Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Дети обучаются в три смены Дети обучают DimaTorzok Здесь же в Кушу продолжается и строительство другой школы на 1200 мест Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 579 миллионов ценге и еще 140 миллионов из областного Объект будет сдан в марте 2021 года Облагораживаются и улицы, их 12 На 8 ремонтные работы завершены, на 2 продолжаются К слову, протяженность местной дороги составляет почти 22 километра Аким области Эрмик Маржикпаев заострил внимание на том, что с каждым годом численность населения в этом престоличном селе растет Необходимо создавать хорошие бытовые и социальные условия Руководитель области также посетил школу и в селе Шубар Здесь обучается 145 детей до 9 класса А старшеклассникам приходится за 30 километров ездить в столицу Аким области порадовал учителей новостью В следующем году здесь будет построена новая школа на 400 мест На самом деле, школа в таком не очень хорошем состоянии Но я хотел поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы вместе делаете с нами Детей занимаюсь, дети у вас такие, я смотрю, любознательные, умненькие такие Но это все благодаря вашей большой работе Поэтому благодарю вас Ну, знаете, сколько внимания сегодня уделяет государство И зарплату учителям будут поднимать, наверное Послание главы государства, под шмарки мелочи все читали Очень много уделяется блоку учителей, блоку преподавателей Также по поручению Акима области в селе Шубар будут решены наболевшие проблемы с дорогами и освещением На очередном заседании при участии Акима области Ермека Маржикпаева Были обсуждены вопросы развития Ощущенско-Боровской курортной зоны Район готов к отопительному сезону на эти цели Было выделено 1 миллиард 270 миллионов тенге Средства полностью освоены, твердое топливо заготовлено Глава региона уделила особое внимание благоустройству курорта Он отметил, привлекательный облик районного центра следует держать на особом контроле Важно не упускать из виду работы по реконструкции дорог и жилищно-коммунальному хозяйству Для жителей Щучинска актуально остается проблема чистой питьевой воды К тому же это одно из важных условий деятельности здравний сезон отдыха на берегу озера Щучье На сегодняшний день 550 миллионов тенге, направленные на решение проблем с водой, не освоены Планируется, что в будущем году данный вопрос найдет свое решение Что касается подготовки к отопительному сезону, то тут все по плану На эти цели выделено 1 миллиард 247 миллионов тенге На ремонтную кампанию 200 миллионов тенге Ремонтная кампания завершена, средства освоены, котельные готовы Готовы? Готовы Что с предприятием, которое вы создали? Предприятие новой правовой жилой, получается, создали, открыли, штат перевели туда полностью И котельные передали тоже в тему транзита нового предприятия Плохие дороги в Щучинске – тема на злобу дня Она на особом контроле Акима области В текущем году на эти цели из районного бюджета выделено 55 миллионов тенге И еще 35 миллионов из областного Но воз и ныне там Сельчане высказывают свое недовольство касательно автодороги «Зеленый бор» Мадиньет Начатый здесь ремонт, по всей видимости, в этом году не завершат Всему виной плохо продуманный проект реконструкции Тогда как деньги, затраченные на него, немалые – 671 миллион тенге Аким курортного района Осет Муздубаев заверил, что разработает дорожную карту Выбирайте дороги, а именно необходимые, где у нас плотность населения катается больше Выберите, Осет, мы будем встречаться, раз в месяц с вами будем встречаться Чтобы конкретные вопросы ответы были у нас Еще один важный вопрос для Бурабайского района – квартирные На сегодняшний день в очереди на жилье стоят 2300 человек И это только по городу Щучинск Планируется начать работы по возведению двух домов на 60 и 50 квартир В настоящее время ведутся расчеты для проектно-сметной документации И выделению земельного участка Кроме того, готовятся четыре проекта по освещению 8 районных улиц Обсужденный вопрос осенней страды На сегодня в курортном районе собрано чуть более 29% урожая Показатель отмечалось слабый Аким области поручил поторопиться Между тем агрономы сетуют Для хорошего урожая нужно увеличивать площадь орошаемых земель Далее цифровой учет в сельхозугодии и пастбищ В Бурабайском районе этот показатель выполнен на 94% В ходе встречи говорили о том, что в районе свалка твердых бытовых отходов Закрыта еще в 2014 году Для организации полигона по утилизации отходов Из госказны будет выделено 2,8 миллионов тенге Представители Комитета по международным отношениям обороны и безопасности Сената парламента прибыли в Акмолинскую область В ходе рабочей поездки гости ознакомились с техническим оснащением И боевой подготовкой личного состава Кокшитовского технического института Кадетский корпус Министерства обороны Один из лучших военных учебных заведений в Центральной Азии Представители Комитета по международным отношениям обороны и безопасности Сената парламента Республики Казахстан Ознакомились с техническим оснащением учреждения Представители Верхней Палаты встречал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин Отвечающий за гражданскую оборону в регионе Специализированная пожарная часть номер 2 города Кокшитау оснащена современным оборудованием Стоимость каждого составляет 40 миллионов тенге Перед вами оборудование, используемое курсантами нашего учебного заведения Например, это драк 90+, он используется для спасения людей от пожара Кокшитауский технический институт находится под постоянным контролем Комитета по международным отношениям обороны и безопасности Верхней Палаты парламента В апреле текущего года представители комитета обсудили ряд актуальных вопросов учебного заведения На этот раз в ходе выездного заседания Мухтар Кулмухамед поручил обсудить оснащение института и общежития В ближайшее время дал поручение разработать соответствующие рекомендации Основной проблемой учебного заведения является реконструкция корпуса и строительство общежития В ходе визита заместитель министра внутренних дел Юрий Лин сообщил, что в ближайшее время Планируется увеличить минимальную заработную плату на 65% для пожарных А преподавателям института на 25% В завершении встречи члены Сената высоко оценили деятельность оборонных объектов в регионе Также отметили, что поднимаемые вопросы будут решены министерством В Акмолинской области 76% населения владеет государственным языком Об этом говорилось на торжественном мероприятии, посвященном завершению языковой декады Отдельное внимание заслуживает наследие Ахмета Байтурсынова, который заложил основы казахской лингвистики Говорят участники языковой декады В ходе масштабной встречи продемонстрированы учебные методики, мультимедиа, новинки, книжная экспозиция и многое другое В ходе торжества подведены итоги проведенной работы Для тех, кто хочет изучать государственный язык, созданы все условия А перечень литературы будет только расширяться Большие задачи в плане идеологической работы стоят перед преподавателями языковых центров и ответственных ведомств От имени Акима Акмолинской области Ремеха Буранбаевича Маржакпаева Поздравляю всех собравшихся с завершением декады, посвященной Дню языков народа Казахстана Хотелось бы отметить, что сейчас 76% акмолинцев владеют государственным языком 5% знают в среднем по 3 языка Мы продолжаем масштабную работу, создаем условия для желающих выучить казахский В регионе действует 160 казахских школ, 265 детских садов С 2003 года работает центр, где можно пройти курсы Причем подобные есть во всех районах Обещание нашего областного телеканала КОКЩЕ на государственном языке составляет 70% То есть достижений у нас множество В ходе встречи были награждены ученые, журналисты и активисты Которые тоже вносят свою лепту в пропаганду государственного языка Ряд государственных служащих получил благодарственные письма от имени Акима области Я работаю в отделе культуры и развития языков порядка трех лет Прекрасно осознаю, какая важная и ответственная работа на нас возложена Сейчас актуальны вопросы о намастике, переход казахского алфавита на латинскую графику и многое другое В нашем регионе есть достойные условия и каждый желающий может освоить язык, как минимум разговорный Торжество прошло в очень позитивной атмосфере Акмолинцы, подводя итоги, обозначили, что знают, какие задачи еще предстоят В этом деле самое главное духи генства – уважение и любовь к родной земле В Бурабае состоялся четвертый республиканский форум отцов Его главными гостями стали представители национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Казахстана и Союз Отцов И чем больше он в детстве воспитывает своих детей, то есть он занимается своим ребенком, то и больше это у него укрепляет его связь с детьми Мероприятие началось с воспоминаний о Куаныши Жуматаеве, который основал Союз Отцов в Астане еще 7 лет назад Его родителям в ходе нынешнего форума были оказаны достойные почеты и уважения Собравшиеся на форум отцы говорили о роли мужчины, главы семьи в современном обществе Они охотно делились опытами, наблюдениями из жизни, немало было сказано и о разводах По закону зачастую после развода воспитание ребенка возлагают на мать Я считаю, что это немного ошибочно, нужно рассматривать обе стороны Более того, ценить и знать, какова роль отца, матери То есть важны тепло мамы, слово отца Общество должно акцентировать внимание не только на женщин Поэтому считаю необходимым создание школы молодых семей Каждый участник форума отцов активист на местах Примерно семейный, верный друг и ответственный работник Не случайно они попали на республиканскую встречу Среди них есть и те, кто воспитывает приемных детей По словам Марата Успанова, чей дом стал родным для четверых усыновленных Мужчина в первую очередь должен воспитывать себя Тогда он станет примером Если вы себя ведете неправильно на глазах ребенка Его потом хоть ругай, хоть направляй Не будет толку от такого воспитания Он смотрит на ваше поведение в первую очередь Так сказать, копирует вас Особенно я бы рекомендовал не допускать упущений, если вы растите сыновей Напомним, в казахстанском форуме отцов приняли участие и российские коллеги Владимир Анисимов, член Центрального комитета союза отцов Российской Федерации Предложил партнерство и обмен опытом В завершении встречи самые лучшие и активные Были награждены нагрудным знаком комкороки В этом году порог Коэндынской средней школы Целеноградского района Переступили 3240 детей В настоящее время численность населения поселка достигла более 22 тысяч человек Единственная школа работает в три смены Большая миграция, престоличный и населенный пункт Для решения проблемы перегруженности в августе 2018 года Было начато строительство школы на 1200 мест В селя Коэнды в первый класс в этом году пошли 446 детей Цифра для поселка большая Строительство новой школы завершено на 80% В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству двора Согласно проекту, на территории предусмотрено 17 площадок для занятий несколькими видами спорта И практики по научным дисциплинам Общая стоимость объекта 1,9 миллиарда тенге Все зависит от отопления Сейчас в данный момент это пересогласование идет Отопление у нас будет газовое И как проект будет готов сразу уже возможно успеем Если нет, то как под угол 20-го года, в мае В этом году на средний ремонт дорожных сетей села Коэнды протяженностью 7,7 километров Выделено 223 миллиона тенге На сегодня средства освоены полностью В 2020-м планируется провести капитальный ремонт еще 18 километров полотна В настоящее время не завершен лишь один километр дороги Были проложены улицы, там где расположены основные социально значимые учреждения Как вы видите, рядом находится государственная больница Новая школа на 1200 мест, которая сейчас строится в селе Коэнды Позволит разгрузить единственное образовательное учреждение Перейти с трехсменного обучения на двухсменку В Кокшетау собралась самая талантливая, активная, амбициозная молодежь со всей области Повод президентский молодежный кадровый резерв Представители областного департамента государственной службы управления внутренней политики Партии Нур-Отан ответили на все вопросы и рассказали о возможностях, условиях, критериях и преимуществах резерва Нургуль Хайдар – молодой специалист Работает в областном управлении экономики и бюджетного планирования Девушке 28 лет, стаж работы 5,5 лет Другими словами, имеет полное право подать заявку в президентский молодежный кадровый резерв Президентский кадровый резерв – это ступень для ниже стоящих должностей, для главных специалистов Для того, чтобы реализовать себя, показать свои возможности и также продвинуться вперед по карьерной рестнице Я считаю, что это хорошее начало для будущих руководителей, для будущих заместителей И считаю, что многие захотят побывать в этом кадровом резерве и реализовать себя как личность и как работник Подать заявку в президентский молодежный кадровый резерв могут граждане Казахстана Они старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет Сейджан Камадбеков считает, что это большие возможности для молодежи У него грандиозные планы Занимает должность руководителя отдела сельского хозяйства Сандыктаусского района Однако мечтает в более глобальных масштабах развивать аграрный сектор страны Президентский кадровый резерв для меня – это, во-первых, возможность попробовать свои силы Тут будет отбор из самых лучших специалистов Таких, как Нургул и Сейджан, сегодня собрался полный зал Среди них студенты, работающая молодежь Все они уверены, что будущее в руках молодых и амбициозных Верят президенту, так как инициатива о резерве, высказанная им еще в предвыборной кампании, сегодня реализуется А вот главные спикеры заседания подытожили Госаппарат должен меняться в лучшую сторону И почему бы не молодежи встать у руля? Халакка Хармана Мухтар Алтынбаев встретился со студентами военной кафедры университета имени Абая Мрзахметова Молодежь в курсе событий государства Поэтому гость охотно делился взглядами на послание президента и ответил на вопросы ребят, которых интересует военное дело Мухтар Алтынбаев много лет отдал службе Многие казахстанцы его помнят как министра обороны и командующего военно-воздушными силами страны Для студентов военной кафедры эта встреча знаковая и традиционная Она проходит каждый год в стенах вуза Гость всегда интересуется, чем живет студенческая общественность, какие технические условия им предоставляет кафедра Во встрече приняли участие порядка 100 курсантов и профессорско-преподавательский состав В свободном формате говорилось о реформах в стране и предстоящем воплощении намеченных президентом задач Я человек военный, поэтому могу судить перемены по состоянию нашей армии Нынешний год я считаю особенным в государстве произошла смена власти Отрадно, что президент в своем послании ряд пунктов связал непосредственно с предвыборной платформой Я учусь на первом курсе военной кафедры Для меня эта встреча важна Я рад, что познакомился с такой личностью, как Мухтар Алтынбаев Получил очень много информации Слово на сегодня, в данном учебном заведении обучается порядка 3000 студентов 200 из них курсанты военной кафедры Более того, здесь действует военный класс имени Мухтар Алтынбаева В регионе количество субъектов малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся налоговой амнистией Выполнивших основные налоговые обязательства, превысило 1500 В результате были списаны штрафы и взыскания наложенных индивидуальным предпринимателям на сумму 57,2 миллиона тенге Об этом стало известно на брифинге Департамента государственных доходов по Акмолинской области в региональной службе коммуникации Акмолинские предприниматели, воспользовавшиеся налоговой амнистией, погасили основной долг на сумму 238 миллионов тенге В результате сняты штрафы и пение субъектов малого и среднего бизнеса в размере 57,2 миллиона тенге Для амнистии налогоплательщикам никуда идти не требуется, так как органы государственных доходов ежедневно проводят мониторинг состояния лицевых счетов И при выплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносят соответствующее решение о снятии с учета Сумму основного долга, размер пения налогоплательщики могут узнать в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика» Сегодня расширяется круг лиц, подлежащих налоговой амнистии То есть лица, в отношении которых проводились налоговые проверки и до конца текущего года предоставившие дополнительную форму налоговой отчетности Имеют право воспользоваться налоговой амнистией, но в случае уплаты за него задолженности Напомним, налоговая амнистия для физических лиц началась 16 июля текущего года Под налоговую амнистию физических лиц попадают две категории Первая категория – это физические лица, у которых есть неисполненные налоговые обязательства Я расширяю его пояснение Налогно-транспортные средства, налог на имущество, земельный налог, индивидуальный подоход, налогоплата за пользу земельными участками И другие обязательства именно по физическим лицам Вторая категория – физические лица, не состоящие на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей У которых имеется некорректная налоговая задолженность по налогам от предпринимательской деятельности Стоит отметить, что на сегодняшний день более 30 тысяч акмолинцев воспользовались налоговой амнистией В итоге сняты с учета штраф в размере 63 миллиона тенге За 15 лет выявлено 89 акмолинцев, не уплативших налог Из них списана сумма задолженности в размере 949 тысяч тенге В областном центре студенты Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты приняли присягу В торжественном мероприятии приняли участие руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Ветераны и военнослужащие, сотрудники отдела образования, а также родители студентов В настоящее время в стенах Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Обучаются около 2000 студентов Работают более 100 преподавателей На территории учебного заведения имеется отдельное здание учебно-пожарной части Оснащенное современным противопожарным и спасательным оборудованием Предназначено для изучения практических навыков Наш Казахстанский колледж ставит эту нишу в целом по республике Они дают хорошее качество обучения наших специалистов Мы рекомендуем, чтобы именно выпускники этого колледжа поступали к нам на службу Начиная от рядовых пожарных, спасателей Потому что Вы знаете, что подготовить хорошего пожарного выходит порядка 6, почти год Для того, чтобы нормально спасателя подготовить А здесь уже нефрактически получают все навыки Начиная от оказания первой медицинской помощи Работают с нашим спасательным оборудованием С пожарным оборудованием Церемония принятия присяги студентами была организована в спортивном учебно-тренировочном комплексе для спасателей и пожарных Это у нас традиционное мероприятие, мы проводим каждый год Вот в этом году совпало с принятием присяги в Кукштабском техническом институте В связи с этим, пользуясь такой возможностью от имени нашего колледжа Также хочется поздравить Кукштабский технический институт с этим знаменательным днем К слову, родители, прибыв из других регионов страны, также поздравили будущих спасателей Поздравляю студентов с таким торжественным днем С всего самого лучшего карьерной лестницы Спасателем быть нелегко Нужно уметь в любой момент помочь человеку Для этого нужна храбрость, смелость Поэтому желаю студентам учиться хорошо, набираться опыта В учебных корпусах высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Созваны все условия для получения студентами качественного образования На торжественном мероприятии собравшиеся смогли увидеть учение Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни Выполненные студентами колледжа Молодежь, надежное будущее страны Под таким лозунгом в Зерендинском районе прошел областной форум Единой детско-юношеской организации ЖАСУЛАН В молодежном форуме приняли участие лучшие из лучших представителей организации ЖАСУЛАН Каждый из них активист и отличник учебы Традиционный молодежный форум длился три дня Подведены итоги Состоялась открытая диалоговая площадка С участниками мероприятия встретились и побеседовали известные личности Именитые спортсмены Казахстана В их числе 13-летний Амир Махметов Он мировой рекордсмен по отжиманию Наша задача, миссия, так скажем Это обеспечить этому поколению, поколению Z, миллениалам Все условия для того, чтобы они могли развиться Раскрыть свой внутренний потенциал Поэтому сейчас, как бы, они уже сейчас являются лидерами В своих школах, в своих районах Берут на себя ответственность по организации мероприятий По организации вообще ученического самоуправления Поэтому мы надеемся, что научившись сегодня Брать ответственность за свой небольшой круг людей Завтра они будут брать ответственность За судьбу всего государства и всего Казахстана Молодежь – фундамент страны Светлое и надежное будущее Вы должны быть профессионалами своего дела Отличными специалистами и патриотами страны Такими призывами и наставлениями обращались к участникам форума Представители старшего поколения Для меня честь участвовать в форуме Я еще раз сюда приеду Мне очень понравилось Нашел много друзей Мне честь представлять Сан-Доктауский район Красно-Наполянскую среднюю школу Мне очень понравилось Тут очень красиво Я надеюсь, я еще приеду В рамках форума состоялись спортивные состязания Определены победители по специальным номинациям Подводя итоги, звание лучшего лидера Получили учащиеся областной школы-интернаты Для одаренных детей Даррен Аян Джанабеков В торжественной обстановке состоялось награждение Перед жасулановцами поставлены новые задачи Во дворце Кокшетау прошло торжественное закрытие Международного форума легенды Бурабая 20 мастеров кисти из ближнего и дальнего зарубежья Писали свои полотна на протяжении 10 дней Всего 20 художников представили к закрытию форма 40 полотен О том, как они увидели казахстанскую Швейцарию, далее в сюжете Художник-фрилансер Тан Тун Ли из Вьетнама Родился в Москве Так получилось, что волею судьбы Его родители были студентами Московского университета После обучения в Японии и Китае Он продолжил путь своего отца Который тоже художник Пейзажи Бурабая Это одно сплошное вдохновение Я уже второй раз посещаю Казахстан Несмотря на то, что здесь холодно Я открыл для себя новое направление И дальше буду его развивать Уважаемые друзья, Кокшетау сегодня встречает Иностранных гостей И одна из них, Ольга Мудер Здравствуйте, Оля Как вы видели наше Бурабое? Великолепное место Сосны Запах такой Хвои Озеро Мне очень понравилось Романтично И эти горы, эти камни Они живые Они одухотворены Действительно, меня это впечатлило Алан Скаласки Приехал из штата Нью-Джерси Обучался в Чикаго Далее в Китае Это его первый визит в Казахстан Алан говорит, что для себя он сделал одно открытие Любое творчество – это определенная история И здесь я впервые узнал, что казахи – первый, кто приучил лошадей Я показал эту интерпретацию своих полотнах Вот они перед вами По две картины от каждого художника Который далее отправится экспонироваться в фонд областного музея литературы и искусства Для иностранных гостей были проведены экскурсии по сакральным местам Бурабая Местные власти, а также организаторы управления культурой архивов и документации Центр народного творчества и ТО «Казахстан а-ля прима» планируют сделать мероприятие ежегодным В рамках социального проекта «Жастар Спорт Фест», стартовавшего в регионе Проходит отборочный этап областного спортивного конкурса среди юниоров В нем принимает участие более 400 спортсменов из шести районов области Отборочный этап первых молодежных игр проводится по 5 визам спорта Среди юниоров определяются сильнейшие по баскетболу, футболу, легкой атлетии, тоховскому лапу и военно-спортивной подготовке «Жастар Спорт Фест» впервые она проводится Также она проводится в Акмолинской области, где участвуют 403 участника по 5 видам спорта Это футзал, волейбол, легкая атлетика, национальный вид ТО «Кумалак» и военно-прикладная вид спорта Я так думаю, что по итогам этих соревнований мы выявим победителей И победители будут награждены здесь грамотами, медалями и призами В отборочном соревновании каждая из команд была хорошо подготовлена Все они надеются на победу Я капитан сборной команды школы номер 18 Желаю удачи другим участникам в проходящих соревнованиях Я думаю, что мы добьемся успехов Победители проекта «Жастар Спорт Фест» будут награждены специальными призами от оргкомитета Также им будут вручены путевки на республиканский конкурс в городе Щучинск Стоит отметить, что социальный проект «Жастар Спорт Фест» организован по государственному гранту Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан На этом у нас все С вами была Азарина Десекеева До новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова